Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро всем тем, кто проснулся вместе с нами. Ну, вы, конечно, проснулись не с нами, наверняка чуть-чуть позже. Но, тем не менее, мы работаем для вас и призваны вас пробудить сегодня. Доброе утро, друзья! А мы медленно и плавно приближаемся к выходным. И, конечно же, с собой берем только самое хорошее настроение. И все самые интересные и важные события этой недели заберем с собой. Я имею в виду выходные, а все плохое оставим в прошедшей неделе. Ну, а я напомню, что для вас сегодня в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. Вовещаем мы сразу на двух телеканалах. Первый крымский и твой любимый. Крым-24. Конечно же. Ну, а я в свою очередь напомню, что мы работаем в зимнем саду. И за это благодарим Академию строительства и архитектуры. А своих коллег из новостной редакции мы благодарим за те хорошие новости, которые прямо сейчас вам и поведаем. Но сначала давайте расскажем о том, что же ожидает в ближайшие два часа вас, что именно подготовили наши... Абсолютно верное решение. Пестициды, нитраты и соли тяжелых металлов. Как определить содержание вредных веществ в овощах и фруктах, расскажет Александр Кононов. Путь в большой спорт начинается в юном возрасте. Успеха достигнут лишь самые выносливые и целеустремленные. О нелегком труде молодых гимнасток узнала Татьяна Балыкина. Через тернии к звездам. Симферопольская юношеская обсерватория открывает башни телескопов для любознательных школьников. Как постигают азы астрономии юной крымчани в сюжете Степана Филатова. Ученье свет, а не ученье тьма. В преддверии профессионального праздника педагоги расскажут о том, как непросто воспитать настоящего человека. Никитский ботанический сад отмечает день рождения. 207 лет назад на южном берегу Крыма заложена одна из самых больших коллекций растений в Европе. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Саленька, ну знаешь, все-таки как настоящий Евгений Онегин я и жить спешу, и чувствовать спешу. Поэтому спешу вам доложить новости. Вот у меня вопрос к себе такой. Подражает ли винный напиток? Ты же знаешь, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2020 году поднимется акциз на винные напитки. Действительно, сразу же возникает вопрос, что дадут эти изменения и как дальше будут работать в этой отрасли отечественные производители. Но ответ на этот вопрос знает наш корреспондент Елена Байрамова. Сейчас мы собираем мускат белого камня. Его специально выдерживают, чтобы он увядал. Набирает сахар. Это ценное самое вино, которое мы сейчас делаем, мускат белого камня. Инна Мищенко – одна из передовых тружениц предприятия «Массандра». 33 года работает виноградарем. За один день собирает до 500 килограммов янтарной ягоды. На 4000 гектарах выращивают мускат, сапирави, каберне, всего около 50 технических и 25 столовых сортов янтарной ягоды. Виноградники расположены от фороса до судака. Протяженность – 180 километров. Урожай собирают с начала лета и до поздней осени. После обработки молодое вино отправляют в цех. В нержавеющих цистернах в течение нескольких месяцев происходит купажирование. Год урожая прошлого года, судя по ароматике, это вино из нашего автохтомного сорта каку. Отсюда у продукции два пути – на дальнейшую обработку и продажу или на многолетнюю выдержку в таких дубовых бочках. В одной помещается 18,5 тысяч литров виноградного напитка. Созревать оно должно в определенных условиях. Вино используется дуб скальной породы возрастом не менее 80 лет и который выращен на скудных почвах, желательно в горной местности. Наши буты, они практически все изготовлены из древесины кавказского дуба. У нас на сегодняшний день на модерной площадке работают буты, которые сделаны в 1896 году. Затем вино скачивают, фильтруют и подают на разлив. Все автоматизировано. Затем вино наливается в бутылки. Далее происходит укупорка бутылки пробкой. Здесь мы можем наблюдать, идет бракераж бутылок. Если пробка плохая, у нее что-то, бутылки снимают в линии. Предприятие производит около 18 миллионов бутылок в год. 80 марок на любой вкус. Производители заботятся о своей продукции. В республике активно борются с фальсификатами. Качество проверяют в лабораторных условиях. На исследование одной марки уходит неделя. Красители добавляют, кислоты органические в неразрешенных количествах, либо вообще просто делают такие смеси компонентов. Глицерин добавляют, ароматизаторы. В Крыму насчитывается несколько десятков предприятий, которые выпускают качественную продукцию. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении акцизов со следующего года. В 2020-м за литр вина производитель заплатит уже не 18, а 31 рубль. Игристый напиток обойдется не в 36 рублей, а в 40. За последующие два года сумма вырастет еще на несколько рублей. Но отечественным производителям изменений опасаться не стоит. К огромному сожалению, мы должны признать, что в последнее время около 60-50-70% вин, которые мы видим с вами на полках и написано «Вино России», внутри содержит импортный виноматериал. И далеко не самого лучшего, а порой даже сомнительного качества. Так вот, сегодня государство сделало огромный шаг навстречу как раз производителям вина из винограда, выращенного в России. В профильном министерстве считают, что закон даст толчок в развитии нашего крымского продукта. Для отечественных производителей винодельческой продукции повышения не должно быть, так как для производителей российских виноделов и для тех, кто использует отечественный виноматериал, будут действовать годные налоговые вычеты. И в принципе повышение цен не должно произойти. В республике есть все условия для производства лучших вин. За последние пять лет аграрии получили грантовую поддержку и смогли стать успешными виноградарями. Елена Байрамова, Лилия Веджат, Дмитрий Попов, Александр Федорчак, Руслан Князев. Новости 24. В Керчи продолжается реставрация большой и малой Митридатских лестниц. Подрядчик практически завершил первый этап робот. Какие технические решения применяются в ремонте самой главной достопримечательности города-героя, расскажет наш корреспондент Екатерина Ряба. Огороженные пролеты, разобранные ступени и стены, реставрация и противоаварийные работы на большой и малой Митридатских лестницах стартовали этим летом. На площадке работает команда со всего Крыма. Алексей Анпилогов, симферополец, ощущает личную причастность к значимому для керчан строительству. Мы сейчас производим демонтажные работы, чтобы в будущем сделать реконструкцию, восстановить первоначальный вид лестницы. Первый этап, включающий в себя разборку всех ярусов лестницы, уже подходит к своему завершению. Сосчитать 423 ступени большой Митридатской лестницы всегда было одним из самых популярных развлечений среди туристов. Сейчас это затруднительно. Пролеты практически полностью демонтированы. Эти ступени возводились в послевоенные годы. Их заменят новыми элементами. В рамках противоаварийных работ произведут усиление всех конструктивов лестницы. Для этого в грунт на склонах горы погрузят сваи. После завершения демонтажных работ у нас будут сделаны сваи. Это по всей лестнице у нас сваи. На свае сделаны ростверки, соединены личными маршами бетонными. После этого они обкладываются натуральным камнем. Подрядчик уже изготовил образцы конструкции и декоративных элементов, которые будут использованы во время реставрации. Возоны и балясины выполнят из мраморной крошки. Сами ступени из ракушечника. Стены из известняка. Сейчас скульпторы трудятся над созданием каменных грифонов. Проектировщики приблизили их внешний вид к оригинальным статуям, разработанным архитектором Александром Дигби. За ходом выполнения работ следит администрация Керчи. За данным объектом закреплен спецлист, который ежедневно присутствует как на совещаниях, так и на самом объекте. На данный момент по проекту организации строительства, компания, которая выполняет данные работы, идет в графике, в сроках. Поэтому пока их работа мы довольны. Ожидается, что реставрация большой и малой метридатских лестниц завершится в августе 2020 года. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь. Количество предприятий малого бизнеса за последние пять лет в Крыму выросло на 30%. Самые популярные, конечно же, туризм и сельское хозяйство. Но есть, конечно же, и оригинальные идеи. Крымчане стремятся открыть свое дело, но также и едут из материка. Откуда такой рост, выясняла Марина Осокина. Ну, ну, толкайся. Порхающими и изящными движения девушек, конечно, не назовешь. Упражнения в воздухе даются с трудом, зато какой эффект. Наталья занималась и пилатесом, и аэробикой, и йогой. Но только на беревочных тренажерах комплекса «Альфа-Гравити» получила нужный ей результат. Спина укрепляется, руки укрепляются. Тело все становится не то что в тонусе. Оно и расслаблено в то же время, и в то же время гармонично. Можно я перевернусь, я устала. Сейчас по всему полуострову в таких студиях занимаются уже больше полутора сотен человек. Популярность растет. Планируют открывать филиалы на материке. Мы учим девочек следить за своим здоровьем, за своей фигурой, и вкладывать в нее, и вкладывать в себя. В первую очередь, оздоровление организма комплексно. Это и положительное влияние на позвоночник, его вытяжение, расслабление на мышцы. Артем Абрагимов еще год назад сам был просто частным тренером. Решил, пора расширяться. Продал все, что мог, открыл собственную студию. Особых проблем не возникало, а вот налоговые льготы помогают. За год 35 тысяч, что-то такое получается. Там у тебя бухгалтер больше занимается. 35 тысяч в год полностью. Это патент, это социальные, это пенсионные штуки, взносы. Я думаю, это копейки. Когда в Севастополе мы открыли филиал, и я пошел подавать налоги, то мне сказали, что в Севастополе я попадаю под тот вид деятельности, у которого патент бесплатный. То есть, мне даже не надо платить было. Представляете, как это здорово, но как не заниматься? Свой бизнес охотно открывают не только крымчане, много приезжих с материка. Вячеслав Дудко из Самары. Долго занимался организацией гастрономических фестивалей по всей стране. Однажды, приехав в Крым экспертом на очередное событие, решил больше не уезжать. Когда я в 16-м году приехал сюда, в Крым, я понял, что здесь все замечательно с вином, но не хватает сыра. Крафтовая сыроварня работает пару лет. Кроме обычных рикотты и качотты, готовят авторские сыры в вине и в кофе с тмином и базиликом, оливками и пожитником. Всю продукцию здесь делают вручную. Этот сыр из козьего молока уже почти готов. Теперь его нужно посолить. Достаем его из формочки и бросаем в солевой раствор. Там он должен находиться полчаса. Засекаем время. Сутки перерабатывают до тонны местного крымского молока. Сеть сырных лавок работает пока преимущественно на туристов. Сотрудничает с крупнейшими винными заводами Крыма. Сложности его бизнес тоже особо не испытывает. Разве что все происходит по-курортному неторопливо. А хозяин жаждет стремительного развития. В Крыму работает меньше сыроваров, чем их работает в моем городе Тольятти. Здесь нет конкуренции. И поэтому я когда приехал сюда два года назад, я очень хотел объединить сыроваров, потому что вместе всем легче. И в данном случае у нас это получилось в рамках, вот, при Минэкономии сделали центр кластерного развития. Государство помогает, например, сертификации продукции, оформлением документов. По данным налоговой службы Крыма, за пять лет рост числа субъектов малого бизнеса порядка 30%. Это на фоне общего спада бизнес-активности в других регионах России. Специалисты называют две главные причины. Во-первых, это, конечно же, те условия и поддержка, которые реализуются в Республике Крым. Это и имущественная поддержка, и образовательная поддержка, и финансовая поддержка, микрозаймы, гарантии, многое другое. Сегодня в Доме предпринимателя у нас в одном окне могут бизнесмены все эти меры поддержки получить. А вторая, я думаю, история, это как раз еще и понимание наших предпринимателей, что работать в правовом поле более выгодно. Потому что для тебя тогда есть возможность, если ты являешься предпринимателем, есть возможность и получения различных льгот и различных кредитов. В налоговой подтверждают, предприниматели и правда охотно легализуются, стремятся обелить бизнес, становятся дисциплинированнее, вовремя сдают отчеты и платят налоги. Субъектов малого предпринимательства, конечно, постоянно цифра возрастает. Но сегодня это уже, если мы судим исключительно по реестру субъектов малого предпринимательства, которые ведет Федеральная налоговая служба, это уже порядка 86 тысяч организаций индивидуальных предпринимателей, которые там находятся. Из всех 100 тысяч, которые у нас в принципе зарегистрированы. То есть, в общем-то, Крым представлен, конечно же, малым бизнесом. Теперь одна из главных задач – повышать уровень обслуживания. Для этого в Крыму проводят обучающие семинары и форумы. В них тоже участвуют все больше бизнесменов. Марина Асокина, Александр Смычек, Рустам Файзулин и Антон Лукьяненко. Новости 24. За мной хочу еще раз подчеркнуть, что мы сидим на очень удобной мебели, которую нам предоставили наши партнеры, компания «Фэвилла». Мебель настолько удобная, что даже два попугая, а весолом, вот этот зелененький, и сарданопал синенький, они прилетели, чтобы просто посидеть на этом прекрасном, очень комфортном столе. Они постоянно прилетают за медь и вот выбирают этот стол. Удивительно. Не зря же в зимнем саду сидим, хоть какие-то птицы-то должны здесь водиться. Ну, знаешь, Саша, еще очень хорошо эта мебель бы смотрелась на пляже где-нибудь. В принципе, она там и смотрелась, когда мы работали. Летний сезон на Экстрим Крыме, в селе Оленевка, наверное, ты не забыла это время, конечно же. Но почему я заговорила о пляжах? Наверное, многие думают, что уже все, морской купальный сезон завершен, можно забыть о море, о загарах и так далее. Но на самом деле, как выясняется, нет. Температура воды в море все еще достигает 20 градусов. Это говорит о том, что купаться можно. Вот только санитарные службы не рекомендуют это делать на некоторых пляжах. Там вода грязная, как выясняется, несмотря на такое-то время года. Действительно, некоторые пляжи Крыма полуострова закрыты ввиду того, что очистные сооружения не справляются с очисткой источных вод и грязная, загрязненная вода, бактериально загрязненная, попадает в Черное море. Это касается восточного побережья Севастополя и... Алушты. Также это касается некоторых пляжей. Малореченство. Пляжи села Угловой и Сокол Бахчисарайского района. Поэтому, если вы все-таки собираетесь еще купаться, продолжать купальный сезон, вот эти пляжи лучше обходить стороной. Выбирайте другие. Погода благоприятствует тому, чтобы выйти на море, погреться на последнем осеннем, по-прежнему теплом солнышке и, может быть, искупаться. Ну а все-таки чего же ждать от сегодняшней картины атмосферы? Давайте узнаем из прогноза погоды. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну а, Саша, сейчас я предлагаю еще раз озвучить синаптические показатели этого дня. В Симферополе переменная облачность. Осадков не ожидается, к счастью. Днем, правда, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Зато будет очень тепло, потому что воздух прогреется до 27 градусов. В Севастополе несколько более прохладно. Тоже переменная облачность, тоже без осадков. Ветер южный до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 24. В Керчи там переменная облачность, тоже будет сухо и тоже будет ветер, порывы которого достигнут 14 метров в секунду. А вот температурные показатели составят 25 градусов со знаком плюс. На южном берегу Крыма переменная облачность без осадков, ночью возможен туман. Более того, скажу, что тоже возможны порывы сильные ветра. До 18 метров в секунду днем воздух прогреется до 25 тепла. Саш, ну вот знаешь, иногда бывает такое состояние, когда ты слишком голоден и не можешь себя контролировать. Ну, наверное, это касается и жажды. И ты можешь совершать самые разные необдуманные, в том числе, поступки. А может, и обдуманные. И очень некорректные, если говорить о том видео, которое мы вам сейчас продемонстрируем. Оно снято на одном из заправочных комплексов полуострова. Дело все в том, что на некоторых из них внедрена такая общеевропейская, общемировая практика, когда напитки можно оплатить и при этом подойти и самостоятельно их себе приготовить. Имеется в виду чай или кофе. Так вот, две крымчанки решили злоупотребить этим благом и стали наливать себе кофе в неограниченном количестве, воровать пакетики с чаем, в общем, вести себя очень некрасиво. Но, конечно же, это все попало на видеокамеры, которые были установлены на заправке. И в итоге это попало и к нам в эфир. Поэтому не думайте, что все это останется и безнаказанно, и незамечено. Мы все ответим за свои поступки. Также ответит за свои поступки Татьяна Балыкина. Она будет рассказывать вам сейчас, дорогие друзья, что же происходит на улицах Симферополя. Татьяна, вещайте, мы вас слушаем. Ну, бывают технические неполадки незначительные. Ну, тем не менее, Саль, ты знаешь, что мы стоим в преддверии небольшого праздника? Какого? Расскажи. Ну, я точно знаю, что ты должна знать, как никто, потому что твоя мама, она преподает. Ну, конечно же, День Учителя к нам приближается. Просто я решила тоже сохранить некоторую интригу. Но мало ли, на самом деле, праздников очень много. Но я считаю, что обязательно надо в этот день, да даже не только в этот день, поблагодарить своих учителей, тех, кто закладывали в вас основу знаний и не забыть про них. Знания бывают очень разные. Например, вот есть знания о звездах. Есть такие люди, которые, оказывается, это преподают. И об этом расскажет Стэфан Филатов в своем сюжете. Что общего между небом и наукой? И среди тех, кто погружен в изучение формул и высоко над землей, есть мириады светил. Обо всем этом, несмотря на юный возраст, знает Роман. Парень несколько лет изучает науку о звездах в Симферопольской юношеской астрономической обсерватории. Делает это успешно, за что и удостоился чести представлять учреждение на общекрымской конференции. Я сделал на конференцию модель космического корабля «Восток-1» и рассказал, как происходил полет. Этот зеркальный телескоп системы Ньютона называется МИЦАР в честь неяркой звезды из ковша Большой Медведицы. Главное его преимущество – мобильность. Прибор умещается в небольшой ящик. Воспользоваться им, как и большинством таких аппаратов, можно только ночью. Днем воспитанники обсерватории работают с другими приборами. С помощью этого телескопа можно разглядеть планеты даже днем. Я же попробую отыскать Сириус. Насколько мне известно, звезда располагается примерно в этом направлении. Итак, 6 часов 40 минут и 16 градусов. Широта и долгота, диапазон градусов и калибровка линзы. В этой башне малышей учат Азам работы с чудом астрономической техники. Информацию подают дозировано, а для того, чтобы усваивалось хорошо, нет ничего лучше тематических стихов, уверены преподаватели. На кодус на режиме выступает Айон. Работа с картой или глобусом легко. Что такое экватор и меридианы, ребята рассказывают на раз. А выполнив задание правильно, они получают кванты, своеобразную валюту. С мотивацией к обучению у этих детей проблем нет. Они изучают наш адрес во Вселенной, учат, какие бывают в галактике. Всех маленьких детей очень интересует, что такое черные дыры. И ответить на этот вопрос достаточно сложно. Сложно до тех пор, пока ребенок не знает физику. Но и здесь придут на помощь опытные педагоги. Кристина Одинец настолько углубилась в изучении этой науки, что даже подумывает сменить профиль обучения. Восьмиклассница уже несколько лет капитан сборной учреждения по физике. Вскоре юным ученым предстоит выступить на всероссийском турнире. Я занимаюсь чаще, чем мои сверстники, чем ребята из моей команды, потому что капитан – это ответственная должность. Мне приходится помогать и подтягивать других. Когда преподаватели не могут осуществить такую помощь по каким-либо причинам, их место занимаю я. Для одних занятие в обсерватории – интересное времяпрепровождение. Для других – весомый вклад в общее развитие. Но многие, уверен педагогический состав обсерватории, свяжут свою жизнь с изучением небесных тел. Ведь и их профессиональный путь начался именно отсюда. Стефан Филатов, Андрей Заричный. Утро нового дня. Салья, я предлагаю пойти к гостю. В преддверии праздника нельзя заставлять ждать. Конечно же. И у нас в гостях Елена Крамчанина, директор гимназии номер 11 имени Тренева города Симперополя. Конечно же, мы сегодня поговорим о достижениях учителей, заслугах учителей. Ну и стоит отметить, что Елена Владимировна – заслуженный учитель Крыма. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Позвольте поздравить вас с наступающим праздником. Желать вам хороших, благодарных учеников, вкладывая знания в головы которых, вы получили стопроцентную отдачу. Спасибо. Это, наверное, действительно очень актуальное пожелание для всех учителей. Потому что сегодня все-таки сложно становится работать с детьми. Это стоит признать. С каждым годом, наверное, все сложнее. Когда это было просто. Во все времена это было сложно. Позвольте начать с поздравлений сегодняшнее утро. Хочу поздравить своих коллег, учителей гимназии, нашей номер 11 имени Тренева города Симферополя. Хочу поздравить всех коллег города Симферополя с нашим профессиональным праздником. Много высокопарных слов можно говорить о профессии учителя. Но они все действительно заслуживают того, чтобы они звучали в этот день. Потому что это действительно очень древняя профессия, очень нужная, важная в жизни каждого человека, в жизни всей страны. Все у нас были за партой. Ученые, президенты, космонавты. Мы врачи, инженеры. И завтрашний день страны, то, какой будет страна лет через 20, это сегодня наши детки за партами, которые перед нами сидят. Поэтому на учителя большая ответственность. И вообще очень серьезная роль учителя в жизни. С вами не поспоришь. Скажите, а считаете ли вы, что уши ученика на его спине? Нет. Почему? Ну, это старое, еще во времена... Я просто вспомнил почему-то, это было и годы, когда проходил. Педагогику нам рассказывали, что так утверждали древнеегипетские учителя, которые использовали палки к нерадивым ученикам. И только тогда они начинали слушать. Нет, нет, нет. Я такого не испытываю. Я люблю внимательные глазки, ушки, которые на макушке, глаза взрослых учеников, которые слушают учителя, очень внимательно впитывая каждое слово. И ты в эти минуты чувствуешь свою ответственность, что все, что ты сейчас говоришь, вкладывается в человека на всю жизнь. Это видно в их глазах. Поэтому здесь я поспорю с египтянами древними. Скажите, а как вызвать в этих глазках и ушках такой неподдельный интерес к науке? Вы знаете, учитель должен сам гореть, любить свой предмет, любить науку и этим зажигать детей, зажигать сердца детей, как говорили классики нашей педагогики. Любить детей, желать получить хороший результат, любить свою профессию, вот, собственно, секреты их очень много, а с другой стороны, они все очень простые и очевидные. Лена Владимировна, но очень интересно, конечно же, узнать вашу историю, то есть какой у вас стаж и как вы сами пришли к этой профессии. Потому что сегодня уже далеко не все выбирают учительство и считают, что это очень сложная работа. Это сложная работа, да, но очень благодарная, очень благодарная. Я закончила исторический факультет в 1990 году. Привет всем моим однокурсникам. Начала работать учителем еще на пятом курсе. Первое место работы – это Мирновская вторая школа. Ну, а затем, в силу разных поворотов судьбы, я оказалась в школе номер 11, позже гимназии номер 11 имени Тринева. С 2003 года я работала в должности заместителя директора. Руководителем нашей гимназии был народный учитель Украины Иошин Николай Васильевич, который создал школу, можно сказать, педагогическую, создал систему, которую мы сегодня стараемся, так сказать, высоко заданную планку держать. Ну, с прошлого года я являюсь руководителем гимназии номер 11. Это большая ответственность, большая честь. Люблю свой предмет, люблю давать историю, люблю давать общество знания, уроки права. Просто получаю удовольствие и отдыхаю на уроках с детьми в старших классах от, так сказать, все ежедневные рутины работы директора. Это место, это минута, это 45 минут или несколько раз по 45 минут, где я вот отдыхаю, набираюсь энергии и работаю дальше. Скажите, а существует ли какая-то, ну, скажем, наблюдается ли вами эволюция студентов, учеников, вот, скажем, 5 лет назад, 10 лет назад и сейчас? Учеников старшеклассников, например, да? Ну, конечно же, есть определенные проблемы и минусы, которые накладывает наше информационное общество, скажем так, и дети сами это все знают. То есть, когда с ними говоришь о плюсах и минусах использования гаджетов, компьютеров, информационных технологий, о той системе подготовки уроков, которую они ведут, они все знают, все минусы. Не хватает начитанности, конечно, дети сегодня очень мало читают. Они существуют в интернете, это их среда, они родились в эту эпоху, они другого не представляют себе. Читальные залы, это не про них. Очень радует, когда мальчики и девочки делятся о том, какую книгу они прочитали или интересный фильм посмотрели. Но хотелось бы, чтобы больше было таких минут. Эволюция сегодня происходит определенная со стороны родителей. Знаете ли, вот несколько последних лет наметилась такая ситуация, что родители и учителя, что ли, оказались по разные стороны, несколько баррикад, да, вот эта вот тема образовательные услуги и потребители образовательных услуг. Мне кажется, не очень правильно так называть образование услугой. И это поставило по разные стороны баррикад родители и учители. Они должны выступать вместе. И вот сегодня, мне кажется, качнулся этот маятник в обратную сторону. Буквально последние, может быть, пару лет я чувствую понимание от родителей, а в детях это отражается, если говорить об эволюции учеников, да, что только вместе, учительский коллектив, родители могут добиться результата прежде всего в воспитании, вырастить хорошего, порядочного, культурного, образованного человека, а во вторую очередь в качестве образования. Поэтому дети, как дети, они чудесные, хорошие. Вот старшеклассники уже более осмысленные. Сегодня они более осмысленно подходят к выбору будущей профессии. У нас есть в гимназии профильные классы, куда дети пишут заявление, самостоятельно поступая в 10-й профильный класс, уже как бы нацеливаясь на поступление в высшее учебное заведение. Ну, я думаю, что наша гимназия имеет определенный престиж в городе, статус. И они очень такие вот уже серьезные становятся в старших классах. Но я не скажу, что это эволюция. В нашей гимназии всегда старшеклассники отличались вот дисциплинированностью, сдержанностью, ответственностью. Вы сказали, что... Извините, пожалуйста. Но вы сказали, что что-то повлияло на то, что родители стали переходить на ваши баррикады. Что же это было такого? А, видимо, почувствовали, что хорошего результата не получится, если противостояние, этого не должно быть. Я вот хочу развивать в воспитательной работе нашей гимназии наряду с тем, что всегда патриотическое, гражданское воспитание было на высоком уровне и будет роль семейного воспитания. Как можно больше мероприятий совместных, как можно больше каких угодно, культурных, спортивных, приуроченных к разным датам с участием родителей. И они с удовольствием на это дело откликаются. И вот сознательно видно, как родители подходят к выбору поступления детей в первый класс. Почему? Потому что, знаете как, законы диалектики, отрицание-отрицание. Там мы уже были, где противостояние. Теперь мы приходим к пониманию, что хороший результат будет только из совместной работы. Ирина Владимировна, вот я еще хотела такой вопрос задать. Мне интересно, как технологии сегодня влияют на процесс обучения. То есть уже появляются электронные дневники. Мы с Сашей, например, это не застали, даже не имеем понятия, как это работает. Есть электронные журналы, ну и, конечно же, у детей есть возможность учиться по электронным книгам. Сегодня это все внедряется активно, и насколько оно помогает учителям? Конечно, внедряются учебные кабинеты, оборудованы и активно, значит, и в Симферополе, и в нашем учебном заведении идет этот процесс, оборудованный мультимедийной техникой. Учителю, безусловно, это помогает. Современные дети, они, знаете ли, такие визуалы, они родились во время, в эту эпоху информационную, когда они глазами поглощают информацию больше, чем ушами. Вот, поэтому еще и здесь не проходит. Дневники, например, родители, нет доступ к ним? Электронные дневники, значит, ведется работа, это в Симферополе. Это непросто, это непросто. Во-первых, нужно программы компьютерные доводить до совершенства, чтобы учителю было удобно с ними работать. Во-вторых, есть определенные сложности, если учителю приходится вести и бумажный журнал, и электронный журнал. На это все мало очень часов в сутках. Вот, здесь есть проблемы, но все равно образование в целом движется в ту сторону, потому что оно не может быть отдельно от нашего информационного времени, так сказать. Раз мы растим детей, которые будут руководить страной и работать активно лет через 15-20, в эпоху высоких технологий, школа современная не может быть вне этого процесса. Как бы нам не нравились прошлые, так сказать, подходы, только вперед. Но здесь форма не должна, так сказать, быть во вред содержанию. Лена Владимировна, извините, буквально у нас осталось 30 секунд. Да. Я прошу вас обратиться, вы обратились, поздравили своих коллег, обратитесь к ученикам, пожалуйста. Дорогие ученики, хочу пожелать вам, дорогие ученики, внимания, трудолюбия. Больше читайте, больше интересуйтесь окружающей жизнью, экономикой, политикой, культурой. Развивайте себя, не останавливайтесь на малом. Идите вперед, смотрите шире на жизнь, уважайте своих учителей, родителей. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Елена Крамчанина, директор 11-й гимназии имени Тренева города Симферополя. Ну а мы двигаемся дальше и предлагаем посмотреть следующий материал, который касается тех продуктов, которыми мы питаемся, насколько нужно правильно подходить к их выбору. Томаты настолько полюбились россиянам, что сложно представить рацион среднестатистического жителя нашей страны без этих сочных ягод. А ведь нередко они богаты не только витаминами, но и высоким содержанием нитратов. Как же определить количество вредных веществ и обезопасить себя? Есть такие люди, которые очень сильно беспокоятся о своем здоровье, уделяя очень много времени выбору продуктов. Используют при этом специализированные приборы, они проверяют их на нитраты и пестициды. Другие же считают это нерациональным и просто руководствуются низкой ценой и внешним товарным видом. На прилавках огромное разнообразие сирхозпродукций, фруктов, овощей. Порой глаза разбегаются, попробовать хочется все. Но чему же отдать предпочтение при выборе качественного провианта? Визуально или на запах, там, цвет. Ну, визуально, да. Ну, как по внешнему виду смотреть, чтобы они были не прогнившие, свеженькие такие. В основном все люди, покупая овощи, те же самые фрукты, все мы смотрим как на вид, что нравится, что берем. Я просто покупаю и не думаю об этом. Определение уровня содержания нитратов процедура непростая. Специалисты делают это на калиброванной проверенной аппаратуре по определенной методике. Мы же попробуем просто провести замер без сложной настройки. Тут у нас свежая рыба, помидор, огурец, яблоко и груша. Вот эти продукты мы отбирали при помощи специального прибора и потратили на это примерно около часа. Продукты в зеленом пакете мы собрали за 5 минут. Самое главное не увлечься и не съесть все раньше времени. Кажется, я посъел образец. Довольно вкусно. В данной продукции содержание нитратов в пределах допустимой концентрации, поэтому, на мой взгляд, нет сегодня смысла тратить большие деньги, а стоит доверять продавцу, который прежде всего заботится о том, чтобы покупатель пришел сегодня, завтра, послезавтра и покупал качественную продукцию. Поэтому это прежде всего забота продавца, ну и соответствующих органов. Поэтому большие затраты на приборы сегодня навряд ли окупятся в дальнейшем. Специалисты советуют овощи, фрукты и ягоды покупать в сезон их естественного созревания, когда нитрата в товарах минимальна. Чтобы исключить риск отравления, нужно тщательно промывать продукты большим количеством воды или просто замочить их на час. Александр Кононов, Сергей Козырь, Утро Нового Дня. Саль, ну вот, безусловно, пестициды и все прочие тяжелые металлы являются токсинами. Но вот как ты думаешь, может ли человек являться токсичным токсичным по отношению к животным? Да, я считаю, что может быть, человек может очень сильно наносить вред и природе, и в том числе животному миру. Я предлагаю всем вам, дорогие друзья, посмотреть небольшое видео, которое подготовили наши журналисты. Оно связано с токсичным поведением человека по отношению не к просто животному, а к царю животных. Я бы сказала, необдуманным поведением. Поведением оно обусловлено и совершенно глупым, неоправданным, потому что, как вы видите, девушка слишком смелая, что ли, перелезла через забор прямо ко льву. И знаешь, что меня больше удивляет? Что такой маленький забор, такое маленькое ограждение все-таки находится между человеком и животным. Ну, я думаю, что в данном случае как раз все-таки все продумано. Может быть, есть какие-то дополнительные методы защиты, но то, что женщина стала танцевать перед диким зверем, это гораздо более удивительно, на мой взгляд. Но, тем не менее, ее поступок не остался незамеченным, теперь ее разыскивают правоохранительные органы. Ну, ты знаешь, Саша, вот когда я читала комментарии к этому видео, конечно же, многие люди, но меня это совершенно не удивляет, стали на сторону животного, потому что сказали, что животное оказалось умнее этой женщины, этой гражданки. Абсолютно правильно. Ну, вот, кстати говоря, интересно, наша вот мобильный корреспондент Татьяна Былыкина, полезет ли она в клетку к льву ради того, чтобы сделать хороший стрим? Давайте у нее спросим. Таня, доброе утро, расскажите. Доброе утро, коллеги, здравствуйте, крымчане. Я сейчас нахожусь на набережной Салгир, практически. Вот я здесь, аллея дружбы, народов, и как раз таки, посмотрите, какое замечательное место. Встречать здесь утро вместе с вами, конечно, для меня большая честь. Также я вам хочу сказать о погоде, потому что на улицах в Симферополе я нахожусь в 7 утра, и все это время наблюдала как. Я бы сходил, кстати, вообще. Куда? К льву. Дело все в том, что Татьяна все-таки в клетку к льву не полезла, и правильно сделала. Тут уже, знаете ли, как говорится, своя жизнь дороже. Потому что Таня очень смелая, но и, слава богу, очень умная девушка. Но, к сожалению, технические неполадки не дали нам возможности выслушать ее до конца, поэтому мы двигаемся дальше. Саш, многие туристы приезжают в Крым. Известно, что уже в этом году посетило 6,5 миллионов человек. Я думаю, что ты сам любишь путешествовать. Вот ты, как турист, чаще всего покупаешь наверняка сувениры и что-то оставляешь сам в другой стране или в другом крае. Как это обычно у тебя происходит? Да, я знаю, даже к чему ты клонишь, но в целом есть такая старая добрая традиция оставить монетку в фонтане или в озере. Я, признаюсь честно, бывал в некоторых странах, где непременно это делал, потому что туда хочется вернуться. Есть еще в некоторых местах растут такие деревья или их делают символическими, где можно завязывать ленточку, загадывать желание, и оно обязательно сбудется. Ты знаешь, туристы слишком иногда подходят к этому моменту ответственно, что ли, и оставляют не просто ленточки, а даже нижнее белье. Да, именно так у нас в Крыму. И на вершине Ильяская давно там считается местом силы, поэтому все, кто туда приезжает, ну, не все, а вот девушки, почему-то решают оставить именно нижнее белье. Нужно сказать, что такое поведение, безусловно, вредит природе, во-первых, потому что дерево не может, связанное такими лентами, оно не может расти вширь, что является, безусловно, естественным явлением для любого ствола. Более того, скажу, что некоторые ткани синтетические, они очень плохо разлагаются, поэтому вот оставлять, извините, нижнее белье, это вообще, по-моему, очень кончуственно... То есть ты бы так никогда не сделал, Саш? Ну, да, я бы, наверное, и снять не умудрился так быстро их. Действительно, в общем, очень много вызывает вопросов такое поведение туристов. Ну, осуждайте, осуждайте тех, кто пытается обвешать наши прекрасные крымские деревья странными сувенирами. Пожалуйста, приезжая в Крым, не оставляйте у нас свое белье. Дорогие друзья, возвращаясь к теме деревьев, я предлагаю вам посмотреть хронограф. Сегодня он особенный, посвящен нам, крымчанам. 4 октября 1812 года на южном берегу Крыма был заложен Никитский ботанический сад. Первым его директором стал ученый-натуралист Христиан Стевен. За 12 лет работы он собрал более 450 видов растений со всех уголков мира. С 1826 года в угодьях Никиты появились первые виноградники. Через два года после на его базе открылось Магарачское заведение виноградарства и виноделия, положившее основу всей отрасли на полуострове. Помимо уникальной коллекции живой флоры, в запасниках Никитского сада хранится ценнейший гербарий, составленный из 100 тысяч видов растений. Во время оккупации крымофашистами собрание было вывезено в Германию. К счастью, после войны раритет вернулся обратно. Сейчас территория сада около 1500 гектаров. Коллекция арборетома приближается к 30 тысячам разновидностей деревьев, кустарников и травянистых форм. Ежегодно в Никитском ботаническом саду проводится бал хризантем, парад тюльпанов, ирисов, лилейников, клематисов и роз. Саль. Да? Ты знаешь, что впереди еще один праздник? Не впереди, а уже настал. Уже настал, и можно его активно отмечать. Но вот каким образом, наверное, все-таки какими-то спортивными достижениями это лучше делается, сейчас мы узнаем. У нас в гостях Алексей Фридман, начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы. А сегодня мы говорим о гражданской обороне. Ну, кстати, у нас в школе у многих были занятия по гражданской обороне. Не знаю, сейчас существуют или нет такие уроки, но мне хотелось бы узнать, а как вообще этот день принято отмечать? Ну, Кирик, надо поздравить вас сначала. Поздравляю вас с Днем гражданской обороны. Это ваша профессия, очень нужная, очень важная. Спасибо вам. Спасибо. Доброе утро. Ну, начнем с того, что уроки, сейчас уже называются не по гражданской обороне, а уроки ОБЖ или высших учебных заведений безопасности жизнедеятельности, они проводятся. Мы работаем совместно с Министерством образования, Министерством ЧАС России над тем, чтобы эти уроки были более в практичной плоскости, чтобы обучающиеся получали эти навыки и понимали о тех действиях, которые необходимы для привития культуры безопасности. Алексей Владимирович, извините, перебью, а вот как вы добиваетесь этого? Вы, например, помогаете учителям составлять программу? Или что вы делаете? Наши специалисты, которые непосредственно принимают участие в ликвидации членной ситуации, тушат пожары, приходят в учебные заведения, проводят занятия, разработанные специальные программы, где больше уделяется внимания практике. Что вы имеете в виду? То есть, как правильно надеть противогаз? Начиная от того, как правильно надевать средства защиты, в том числе противогазы, как правильно пользоваться простейшими приборами, в том числе правила пожарной безопасности, по возможности обучаем пользование теми же огнетушителями, это тоже немаловажный факт. Ну и на психический занятик также выставляется специальная техника, где тоже можно будет попробовать это все делать руками. Ну вот, Алексей Вадимович, я, например, вспоминаю себя, да, в школьные годы, я помню, что у нас УБЖ всячески старались как-то обрезать, ограничить, меньше часов этому уделяли, но я считаю, что это неправильно, потому что здесь самые важные знания, может быть, мы и получаем. Может быть, нам не пригодятся где-то математика или там философия или какие-то другие предметы, а вот как спасти жизнь, как себя повести во время пожара, это иногда может стоить как раз-таки нашей жизни. Да, как показала практика, ну, все предметы важны, и они все пригодятся, скорее всего, в жизни, но вот этот предмет, который обучает тебя правилам поведения в члене ситуации, он необходим, потому что у нас, к сожалению, много опасностей вокруг и начиная от природных различных катастроф и заканчивая техногенными авариями, поэтому это очень важно. Скажите, а есть ли какая-то специфика программы ОБЖ для Крымского региона? Ну, программа разрабатывается, в принципе, для всей территории Российской Федерации, но вот наши специалисты, пребывая в учебные заведения, именно уделяют внимание особо пожарной безопасности, также нахождению в горно-лесной местности, это специфика Крыма, и очень многие туристы, бывает, все-таки теряются на слесу, и спасателям приходится работать по их поиску и спасению, поэтому все это уделяется непосредственно в обучении студентов и школьников. То есть есть целые программы по тому, как не потеряться в лесу и как потушить лесной пожар. Да, и такие программы есть, курсы, которые обучают данное направление. Но вот я так понимаю, что все-таки со временем тенденции тоже меняются, если в советское время, наверное, не уделялось вопросам, как, если что делать, если потерялся в лесу, потому что, ну, тогда такого не было, когда дети не убегали в лес, то сейчас, наоборот, этому уже больше уделяется внимание. Ну, просто чаще сейчас идут туристы в лес и есть различные, скажем так, экстремальные виды спорта, где каждый хочет себя попробовать в той или иной ситуации, и поэтому приходится спасать людей из этих ситуаций, которые сами себя загнали. И для того, чтобы этого не возникало, все-таки лучше проводить профилактику, обучать, скажем так, культуре безопасности и проводить данные занятия. Алексей Вадимович, ну, вот я знаю, что недавно совершенно каким-то таким образом у нас затопило наше водохранилище, вернее, вышло оно из берегов и угрожало всему городу, и только благодаря спасателям удалось эту ситуацию предотвратить. На самом деле, это было обучение для самих спасателей, это так называемая легенда была, с которой надо было справиться. Ваше подразделение принимало участие в этом? Ну... И вообще часто приходится отрабатывать такие занятия? Регулярно проводится всяческие учения, тренировки, и в рамках вот всероссийской штамм-тренировки по гражданской обороне, прирученной к дню гражданской обороны, вся территориальная постема Россия с Республики Крым отрабатывала вот такую водную, связанную с подтоплением от Сифербургского водохранилища. И регулярность проведения занятий, она дает свои положительные плоды подразделения, как главного управления, так и специализированных служб Республики готовы к действиям по предназначению. Но как удалось справиться тогда с поставленными задачами, какую вы оценку поставите ребятам, которые проходили эти учения? Ну, оценку поставил нам начальник главного управления, оценил довольно-таки высокий уровень подготовки. Спасли город. Город спасли, жители были вовремя эвакуированы и обеспечены всем необходимым, ну и по легенде жертв разрушения не было. Насколько в реальной жизни такая ситуация возможна? К сожалению, в реальной жизни ситуация все-таки возможна. Крым у нас разнообразен, и погодные условия в Крыму, может быть, всячески начинают, как мы видели, от засухи, так и от обильных осадков, которые могут привести к различным подтоплениям. Может быть, не такие крупномасштабные, как в Сибири были, но все-таки вот специфика Крыма такова, что весь спектр всяческих ситуаций, тем более природных характеров, может быть на нашей территории. У нас осталась буквально одна минута. Я прошу вас обратиться ко всем крымчанам, гостям полуострова с пожеланиями, как правильно себя вести, чтобы ничего не происходило плохого. Ну, в этот день я прежде всего хочу поблагодарить наших ветеранов, которые были, которые зарождали данную службу, которые обучали нас в свое время. Всех крымчан хочу поздравить с праздником Днем Гражданской обороны, пожелать процветания и благополучия, а также будьте бдительны и умеете себя безопасить. Спасибо вам. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Алексей Фридман, начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы. Ну, а на этом с вами прощаемся, а вот мы продолжаем наш эфир и предлагаем прямо сейчас посмотреть вам новости из всемирной паутины. Болельщик задремал прямо во время хоккейного матча. Непонятно что вызвало столь крепкий сон, переутомление или скучность игры. Видимо, спортивное соревнование придется пересматривать в записи. Собака породы самоед пытается тактично познакомиться с пернатым другом. Попугай на видео сидит спокойно и совсем не отказывается от неожиданного поглаживания. Размер хоть и имеет значение, но в случае этих товарищей главное сойтись характерами. Очевидцы зафиксировали короткое замыкание на линии электропередач. Разряд тока замкнулся на хвойном дереве, которое вспыхнуло водопадом искр. Завершился инцидент взрывом пострадавших нец. Похищение средь бела дня инопланетянин крадет людей прямо из собственных домов. Эта новость могла бы стать сенсацией, но оказалась простым розыгрышем. Мужчина захотел похвастаться необычным костюмом на Хэллоуин. Наука для людей. Девочка с ограниченными возможностями впервые попробовала взять предмет с помощью бионического протеза. Схватиться за термос вышло не с первой попытки, но эмоций от этого не убавилось. В конце ей даже удалось обменяться рукопожатием с собеседником. Счастье в привычных вещах. Вот сюда, на этих прекрасных мебельных комплектах хочется еще раз поблагодарить наших партнеров компанию «Кавилла», которая предоставила гарнитуры для этого прекрасного ботанического сада. Ну а также хочется поблагодарить Академию строительства и архитектуры за предоставленную нам сегодня площадку. Это зимний сад, где мы и расположились, где и находится наша студия. Саша, вот у меня к тебе возникает такой вопрос. Мечтал ли ты в детстве заниматься гимнастикой и иметь растяжку? Ты знаешь, самое забавное, как ни странно, Мечтал. Такое было на практике даже. То есть ты гимнаст в прошлом? В очень далеком прошлом было такое, вообще при Брежневе. На шпагат можешь сесть? Покажешь нам? Когда-то мог, сейчас уже, конечно, возраст. Я вот всегда мечтала и так и не стала гимнасткой. У тебя все впереди. Я думаю, что для меня это уже позднее, поздний спорт, к сожалению. Ну вообще на самом деле спорт высоких достижений в любом случае надо начинать с молодых, так сказать, ногтей. О том, как это делать и как взращивают настоящих будущих звезд, гимнастических сцен, давайте спросим у наших корреспондентов. так начинается путь в большой спорт. Их привели сюда родители, но останутся и добьются успеха лишь самые выносливые и целеустремленные, те, что выдержат многочасовые тренировки, болезненные растяжки и слезы неудач. Я больше всего хочу стать чемпионкой мира, потому что это такое звание города. Мне хочется, чтобы мной гордились родители и вся страна. Ради результата хрупкие девочки готовы тренироваться по 8-10 часов, не обращая внимания на боль и усталость. Мария Черная в этом спорте почти 20 лет. За ее спиной десятки турниров. С выступлениями гимнастка объездила пол Европы. Награды никогда не считала, мол, плохая примета. Все медали у нас ценные, потому что за каждой из них стоит очень много труда. Каждая победа, каждый проигрыш в том числе все это двигало вперед. И с каждой этой медалью становилось все легче, интереснее бороться дальше. Но после 20 Мария поняла, пора уходить из большого спорта. И выбрала для себя новое модное направление эстетическую гимнастику. Опыт пригодился уже в тренерской работе. Открываем. И раз, и два, и три, и четыре, и сразу стоим. Раз. По сравнению с художественной гимнастикой это направление считается более щадящим. Здесь реже бывают травмы, не так сильно заставляют растягиваться и меньше используют акробатические трюки. Больше внимания уделяется красоте и артистизму. Выступают гимнастки в командах. Здесь важны и слаженность работы, и личные результаты детей. А это малышки от трех лет. Считается, что после шести мышцы и связки уже не такие эластичные. Каждой девочке тренер ищет свой подход. Кого-то нужно уговорить, другую заставить, а некоторых просто пожалеть. И раз, два, три. В России эстетическая гимнастика активно развивается с 2002 года. В Крыму первые секции открылись девять лет назад. Наши спортсменки уже успели завоевать немало почетных титулов. Но все же в большинстве случаев в этот спорт идут не ради медалей, а для красивой фигуры, грации, пластики и здоровья. Татьяна Балыкина, Алексей Староженко. Утро нового дня. Да, еще раз всем привет! С вами сегодня Саша и Саля. И мы, конечно же, продолжаем наше утро. Впереди еще целый час. Надеюсь, самого бодрого, самого позитивного и, конечно же, информационно насыщенного. Повещаем сразу на двух телеканалах Первый Крымский и Крым-24. Прямо сейчас предлагаем посмотреть небольшой анонс. Что же вы узнаете в предыдущем часу? Пестициды, нитраты и соли тяжелых металлов. Как определить содержание вредных веществ в овощах и фруктах расскажет Александр Кононов. Путь в большой спорт начинается в юном возрасте. Успеха достигнут лишь самые выносливые и целеустремленные. О нелегком труде молодых гимнасток узнала Татьяна Балыкина. Через тернии к звездам. Симферопольская юношеская обсерватория открывает башни телескопов для любознательных школьников. Как постигают азы астрономии юной крымчани в сюжете Степана Филатова. Ученье свет а не ученье тьма. В преддверии профессионального праздника педагоги расскажут о том, как непросто воспитать настоящего человека. Никитский ботанический сад отмечает день рождения. 207 лет назад на южном берегу Крыма заложена одна из самых больших коллекций растений в Европе. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Ну и еще раз хотелось напомнить, что находимся мы в зимнем саду. За это благодарим Академию строительства и архитектуры КФУ имени Вернацкого, ну а также компанию «Фавила» за предоставленную мебель, на которой мы сидим и чувствуем себя достаточно комфортно. Мой планшет показывает ровно 8 утра. Это означает, что пришло время узнать самые хорошие и самые интересные новости, которые только подготовили наши корреспонденты. Подражает ли виноградный напиток? Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении акциза на новинную продукцию в 2020 году. Что в итоге дадут эти изменения и как дальше будут работать в этой отрасли отечественные производители? Ответ на этот вопрос искала Елена Байрамова. Сейчас мы собираем мускат белого камня. Его специально выдерживают, чтобы он увядал. Набирает сахар. Это ценное самое вино, которое мы сейчас делаем, мускат белого камня. Инна Мищенко одна из передовых тружениц предприятия Массандра. 33 года работает виноградарем. За один день собирает до 500 килограммов янтарной ягоды. На 4000 гектарах выращивают мускат, сапирави, каберне, всего около 50 технических и 25 столовых сортов янтарной ягоды. Виноградники расположены от фороса до судака. Протяженность 180 километров. Урожай собирают с начала лета и до поздней осени. После обработки молодое вино отправляют в цех. В нержавеющих цистернах в течение нескольких месяцев происходит купажирование. Год урожая прошлого года. Судя по ароматике, это вино из нашего автохтомного сорта каку. Отсюда у продукции два пути. На дальнейшую обработку и продажу или на многолетнюю выдержку в таких дубовых бочках. В одной помещается 18,5 тысяч литров виноградного напитка. Созревать оно должно в определенных условиях. Используется дуб скальной породы возрастом не менее 80 лет и который выращен на скудных почвах, желательно в горной местности. Наши буты практически все изготовлены из древесины кавказского дуба. У нас на сегодняшний день на модерной площадке работают буты, которые сделаны в 1896 году. Затем вино скачивают, фильтруют и подают на разлив. Все автоматизировано. Семно наливается в бутылки. Далее происходит укупорка бутылки пробкой. Здесь мы можем наблюдать бракераж бутылок. Если пробка плохая, у нее что-то, бутылки снимают в линии. Предприятие производит около 18 миллионов бутылок в год. 80 марок на любой вкус. Производители заботятся о своей продукции. В республике активно борются с фальсификатами. Качество проверяют в лабораторных условиях. На исследование одной марки уходит неделя. Красители добавляют, кислоты органические в неразрешенных количествах, либо вообще просто делают такие смеси компонентов. Глицерин добавляют, ароматизаторы. В Крыму насчитывается несколько десятков предприятий, которые выпускают качественную продукцию. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении акцизов со следующего года. В 2020-м за литр вина производитель заплатит уже не 18, а 31 рубль. Игристый напиток обойдется не в 36 рублей, а в 40. За последующие два года сумма вырастет еще на несколько рублей. Но отечественным производителям изменений опасаться не стоит. К огромному к огромному сожалению, мы должны признать, что в последнее время около 60-50-70% вин, которые мы видим с вами на полках и написано «Вино России», внутри содержит импортный виноматериал и далеко не самого лучшего, а порой даже сомнительного качества. Так вот, сегодня государство сделало огромный шаг навстречу как раз производителям вина из винограда, выращенного в России. В профильном министерстве считают, что закон даст толчок в развитии нашего крымского продукта. Для отечественных производителей винодельческой продукции повышения не должно быть, так как для производителей российских виноделов и для тех, кто использует отечественный виноматериал, будут действовать льготные налоговые вычеты и как бы в принципе повышение цен не должно произойти. В республике есть все условия для производства лучших вин. За последние пять лет аграрии получили грантовую поддержку и смогли стать успешными виноградарями. Елена Байрамова, Лиля Виджат, Дмитрий Попов, Александр Федорчак, Руслан Князев, Новости 24. В Керчи продолжается реставрация большой и малой метридатских лестниц. Подрядчик практически завершил первый этап работ. Какие технические решения используют во время ремонта самой главной достопримечательности города-героя в сюжете Екатерины Рябовой. Огороженные пролеты, разобранные ступени и стены, реставрация и противоаварийные работы на большой и малой метридатских лестницах стартовали этим летом. На площадке работает команда со всего Крыма. Алексей Анпилогов Симферополец ощущает личную причастность к значимому для керчан строительству. Мы сейчас производим демонтажные работы, чтобы в будущем сделать реконструкцию, восстановить первоначальный вид лестницы. Первый этап, включающий в себя разборку всех ярусов лестницы, уже подходит к своему завершению. Сосчитать 423 ступени большой метридатской лестницы всегда было одним из самых популярных развлечений среди туристов. Сейчас это затруднительно. Пролеты практически полностью демонтированы. Эти ступени возводились в послевоенные годы. Их заменят новыми элементами. В рамках противоаварийных работ произведут усиление всех конструктивов лестницы. Для этого в грунт на склонах горы погрузят сваи. После завершения демонтажных работ у нас будут сделаны сваи. Это по всей лестнице у нас сваи. На сваи сделаны ростверки, соединены лечными маршами бетонными. После этого они обкладываются натуральным камнем. Подрядчик уже изготовил образцы конструкции и декоративных элементов, которые будут использованы во время реставрации. Возоны и балясины выполнят из мраморной крошки, сами ступени из ракушечника, стены из известняка. Сейчас скульпторы трудятся над созданием каменных грифонов. Проектировщики приблизили их внешний вид к оригинальным статуям, разработанным архитектором Александром Дигби. За ходом выполнения работ следит администрация Керчи. За данным объектом закреплен специалист, который ежедневно присутствует как на совещаниях, так и на самом объекте. На данный момент по проекту организации строительства компания, которая выполняет данные работы, идет в графике, в сроках, поэтому пока их работа мы довольны. Ожидается, что реставрация большой и малой метридатских лестниц завершится в августе 2020 года. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь. Количество предприятий малого бизнеса за последние пять лет в Крыму выросло почти на 30%. Наиболее популярные отрасли это туризм и сельское хозяйство. Но есть и оригинальные идеи, свое дело стремятся открыть крымчане, но также едут и желающие с материкам. Откуда такой рост выясняла Марина Осокина? Ну, ну, толкайся. Порхающими и изящными движения девушек, конечно, не назовешь. Упражнения в воздухе даются с трудом, зато какой эффект. Наталья занималась и пилатесом, и аэробикой, и йогой, но только на беревочных тренажерах комплекса Альфа Гравити получила нужный ей результат. Спина укрепляется, руки укрепляются, тело все становится не то, что в тонусе, оно и расслаблено в то же время, и в то же время гармонично. Можно я перевернусь, я устал. Сейчас по всему полуострову в таких студиях занимаются уже больше полутора сотен человек. Популярность растет, планируют открывать филиалы на материке. Мы учим девочек следить за своим здоровьем, за своей фигурой, и вкладывать в нее, и вкладывать в себя. В первую очередь оздоровление организма комплексно. Это и положительное влияние на позвоночник, его вытяжение, расслабление на мышцы. Артем Абрагимов еще год назад сам был просто частным тренером. Решил, пора расширяться. Продал все, что мог, открыл собственную студию. Особых проблем не возникало, а вот налоговые льготы помогают. За год 35 тысяч что-то такое получается, там у тебя бухгалтер больше занимается. 35 тысяч в год, ну, полностью, это патент, это социальные, это пенсионные штуки, взносы. Я думаю, это копейки. Когда в Севастополе мы открыли филиал, и я пошел поддавать налоги, то мне сказали, что в Севастополе я попадаю под тот вид деятельности, у которого патент бесплатный. То есть, мне даже не надо платить было. Представляете, как это здорово, ну, как не заниматься. Свой бизнес охотно открывают не только крымчане, много приезжих с материка. Вячеслав Дудко из Самары долго занимался организацией гастрономических фестивалей по всей стране. Однажды, приехав в Крым экспертом на очередное событие, решил больше не уезжать. Когда я в 16-м году приехал сюда в Крым, я понял, что здесь все замечательно с вином, парня работает пару лет. Кроме обычных рикотты и качотты готовят авторские сыры в вине и в кофе с тмином и базиликом, оливками и пожитником. Всю продукцию здесь делают вручную. Этот сыр из козьего молока уже почти готов. Теперь его нужно посолить. Достаем его из формочки и бросаем в солевой раствор. Там он должен находиться полчаса. Засекаем время. Сутки перерабатывают до тонны местного крымского молока. Сеть сырных лавок работает пока преимущественно на туристов. Сотрудничает с крупнейшими винными заводами Крыма. Сложности его бизнес тоже особо не испытывает. Разве что все происходит по-курортному неторопливо. А хозяин жаждет стремительного развития. В Крыму работает меньше сыроваров, чем их работает в моем городе Тольятти. Здесь нет конкуренции. Нет. И поэтому я когда приехал сюда два года назад, я очень хотел объединить сыроваров, потому что вместе всем легче. И в данном случае у нас это получилось в рамках вот при Минэкономии сделали центр кластерного развития. Государство помогает например сертификации продукции оформлением документов. По данным налоговой службы Крыма за пять лет рост числа субъектов малого бизнеса порядка 30%. Это на фоне общего спада бизнес-активности в других регионах России. Специалисты называют две главные причины. Во-первых, это конечно же те условия и поддержка, которые реализуются в республике Крым. Это и имущественная поддержка, и образовательная поддержка, и финансовая поддержка, микрозаймы, гарантии, многое другое. Сегодня в доме предпринимателя у нас в одном окне могут бизнесмены все эти меры поддержки получить. А вторая, я думаю, история, это как раз еще и понимание наших предпринимателей, что работать в правовом поле более выгодно, потому что для тебя тогда есть возможность, если ты являешься предпринимателем, есть возможность и получения различных льгот и различных кредитов. В налоговой подтверждают, предприниматели и правда охотно легализуются, стремятся обелить бизнес, становятся дисциплинированнее, вовремя сдают отчеты и платят налоги. Субъектов малого предпринимательства, конечно, постоянно цифра возрастает, но сегодня это уже, если мы судим исключительно по реестру субъектов малого предпринимательства, который ведет федеральная налоговая служба, это уже порядка 86 тысяч организаций индивидуальных предпринимателей, которые там находятся. Из всех 100 тысяч, которые у нас в принципе зарегистрированы. То есть, в общем-то, Крым представлен, конечно же, малым бизнесом. Теперь одна из главных задач повышать уровень обслуживания. Для этого в Крыму проводят обучающие семинары и форумы. В них тоже участвуют все больше бизнесменов. Марина Осокина, Александр Смычек, Рустам Файзулин и Антон Лукьяненко. Новости 24. Вот есть такая дивная, дивная новость. Дело все в том, что с 1 по 3 ноября, ну, совсем скоро уже, в Крыму пройдет, наверное, самое главное гастрономическое событие, которое с недавних порталов переезжим, как лягушка-путешественница. И я имею в виду ноябре-фест. Да, действительно, гостей этого фестиваля ждут разные гастрономические блюда из черноморской кухни. Ну и, конечно же, дегустация вин, потому что будут представители 30 компаний. И уже известно, что за два года этот фестиваль посетило более 10 тысяч человек. В этом году ожидают тоже очень-очень много гостей. И говорят, что, конечно же, все это разнообразие гастрономической кухни разбавят еще и концертной программой. То есть можно будет и поесть славно, и повеселиться, и потанцевать. Ты знаешь, в чем прелесть всей этой ситуации? Дело все в том, что для большинства россиян слово «ноябрь» звучит просто угрожающе. Это нечто очень холодное, ужасное. А в Крыму это довольно, особенно на Южном берегу, довольно теплый месяц, который может иногда даже приласкать таким вот холодным осенним солнышком. прохладным, не холодным. Так вот, крымская погода это то, на что, наверное, следует обратить внимание каждому, выходя из дома. Какова же сегодня синоптическая картина? Давайте узнаем из следующего сюжета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а прямо сейчас мы предлагаем посмотреть еще одно видео. Я думаю, что многих оно может напугать, потому что вы увидите на своих экранах паука. Но вот мужчина, который его держит в руках, оказался совершенно бесстрашным. Он взял в руки неизвестное насекомое, я имею в виду неизвестный вид этого паука, и стал расспрашивать, а что это за паук? И многие комментаторы удивились просто его отважности, потому что известно, что в Крыму обитают тарантулы и достаточно ядовитые другие пауки. Но тем не менее, некоторые им особо просвещенные пользователи определили видовую принадлежность этого зверька, как паук-крестовик. Он тоже кусается, его укусы болезненные для человека, но при этом абсолютно не опасны. То есть в лучшем случае, в худшем случае это будет небольшое воспаление ранка. Он в основном специализируется на мелких грызунах и других мелких, некрупных насекомых. В Крыму, тем не менее, существует два вида пауков, которые вправду опасны. Это каракурт и черная вдова. Их вид очень характерен, и испутать их довольно сложно. Остальных паучков бояться, наверное, все-таки не стоит. Ну, а тем не менее, известно, что существует и такая фобия. Если честно, сама побаиваюсь пауков. Арахнофобия называется. Арахнофобия? Арахно. Арахно с по-гречески паук. Вот. Значит, вот такая у меня фобия и есть. Как ты думаешь, чего боится наш мобильный корреспондент Татьяна Балыкина? А мне кажется, она ничего не боится. Это самая смелая девушка на свете. Но давайте сейчас с ней поздороваемся. Доброе утро, Таня. Расскажем мне у тебя интересные новости. Вот сегодня какие-то технические просто силы не дают нам выслушать Таню и поговорить с нею. А у нее очень много интересных новостей было для нас запасено. Но ничего, надеюсь, что еще удастся это сделать. Время есть. Но тем не менее, у нас тоже с тобой есть что рассказать. А вот у меня такая новость замечательная. Дело все в том, что, конечно, курортный сезон в Крыму еще не подходит к концу. Он у нас длится, как мы говорили, до ноября. Так вот, нужно отметить, что этот сезон наиболее удачный за последние пять лет. Он почти приближается к тем показателям, которые когда-то были в Советском Союзе. Ожидается, что к концу октября наш полуостров благословенный и богоспасаемый посетит более семи с половиной миллионов туристов. Я знаю, что именно такая цифра раньше звучала в советское время. Именно столько приезжало к нам гостей. Пока что за последние десятилетия нам еще не удавалось принимать именно такое огромное количество туристов. Но уже планка достаточно высокая. Шесть с половиной миллионов. Это на сегодняшний день? Нужно добавить также тот факт, что большинство из этих людей приезжают к нам на полуостров через мост. Меньшая часть, это порядка 40%, меньшая часть, около 30%, достигают полуострова через сообщение по воздуху. Ну и, конечно, граница с севером нашим, тоже небольшой процент людей. Так, ну и вот нам подсказывают, что Таня снова с нами на связи. Доброе утро, Тань. Мы даем тебе слово. Пожалуйста, продолжай. Матонка. Еще раз доброе утро, коллеги. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я сейчас нахожусь в парке имени Гагарина возле памятника Тремград. Это, конечно, наш очень известный памятник. Сегодня здесь пройдет выставка рисунков учеников школы искусств. Они представят свои работы как раз-таки на тему безопасности жизни и деятельности человека, приуроченной к Дню гражданской обороны. Эти рисунки можно будет увидеть в 3 часа дня. Кроме того, сотрудники МЧС представят свою специальную технику, расскажут, как ей пользоваться, вообще расскажут о своей работе, а также о том, почему и насколько важно, чтобы все понимали, что такое безопасность, что такое гражданская оборона, расскажут об истории гражданской обороны, конечно же. Поэтому, если вы хотите посмотреть на эти детские работы, увидеть то, то, что видят дети и как они сами воспринимают все, что у нас происходит, конечно, вам нужно в 3 часа дня прийти и увидеть эту выставку. Кроме того, я вам хочу сказать, что сегодня уже я видела очень много школьников, спешат в школу, чтобы поздравить своих классных учителей, потому что завтра мы отметим День Учителя и, конечно, это те люди, которые дают нам знания и обязательно нужно какую-то дань уважения им представить и подарить тот небольшой цветочек тепло, любовь, потому что сколько они в нас выкладывают за всю свою жизнь, конечно, это люди, без которых, наверное, ни один человек не смог бы стать тем, кем он является и, конечно, я бы тоже хотела поздравить своих учителей, передать им большой привет, благодарность за все эти годы школьные. Также я хочу вам напомнить, чтобы вы школьники дорогие, которые нас тоже смотрят, ценили и любили своих преподавателей, брали все, все из того, что они могут вам дать и, конечно, помнили о своих школьных годах и тех, кто дает вам знания. А на этом у меня все, передаю слово коллегам и всем желаю, конечно же, хорошего дня. Сарин, ну, сегодняшний день он особенный по многим причинам. Одна, наверное, из самых ярких это то, что когда-то почти 70 лет назад был запущен первый спутник Земли, он запущен Советским Союзом, это, безусловно, повод гордиться нашей страной. Но, тем не менее, было еще одно событие в этот день, но гораздо раньше, о котором расскажет наша следующая рубрика, и она касается в первую очередь всех крымчан. 4 октября 1812 года на южном берегу Крыма был заложен Никитский ботанический сад. Первым его директором стал ученый-натуралист Христиан Стевен. За 12 лет работы он собрал более 450 видов растений со всех уголков мира. С 1826 года в угодьях Никиты появились первые виноградники. Через два года после на его базе открылось Магарачское заведение виноградарства и виноделия, положившее основу всей отрасли на полуострове. Помимо уникальной коллекции живой флоры в запасниках Никитского сада хранится ценнейший гербарий, составленный из 100 тысяч видов растений. Во время оккупации крымофашистами собрание было вывезено в Германию. К счастью, после войны раритет вернулся обратно. Сейчас территория сада около 1500 гектаров. Коллекция арборетома приближается к 30 тысячам разновидностей деревьев, кустарников и травянистых форм. Ежегодно в Никитском ботаническом саду проводится бал хризантем, парад тюльпанов, ирисов, лилейников, клематисов и роз. Саш, ну вот еще такое не очень приятное событие произошло у нас в Крыму, которое обратило на себя внимание всего крымского сегмента интернета. Дело в том, что в Керчи одна нахалка, можно я ее так назову, она стала на памятник погибшим в Афганистане ногами. Она находилась в спортивном костюме, но это, наверное, не так важно. А самое важное, что она залезла на монумент и при этом курила на нем. Многие крымчане разделились на два лагеря, одни ее сразу же осудили и предложили наказать, оштрафовать и, конечно же, можно сказать, прилюдно так немножко пожурить. А вторые сказали, что, в принципе, ничего в этом такого плохого нет. Ну, выбрала она не то неудачное место для курения, но в целом за это, наверное, ругать ей не стоит. Я все-таки примкну, пожалуй, к первому лагерю, потому что неуважение к нашим памятникам, к нашей памяти. Это в последнее время какая-то нехорошая тенденция. Но, повторюсь, впереди День Учителя и только наши учителя, к которым нужно относиться с уважением и пониманием, могут исправить эту ситуацию. Поэтому, дорогие учителя, еще раз вас поздравляем и просим вас воспитать настоящих людей. Ну, а я также бы хотела сказать, что ответственность несут и родители. Они тоже должны обращать внимание на воспитание своих детей и, конечно же, на то, как они себя ведут в обществе, что делают, что говорят. и хотелось бы здесь обратиться к родителям. Вы обращаете внимание на своих детей? Абсолютно верно, потому что тоже все идет из семьи, как говорится. Но очень важно, я считаю, может быть, если не разделишь мою точку зрения, чтобы дети постоянно занимались в каких-нибудь секциях, занимались спортом. И чем раньше ребенка отдашь на спорт, тем гармоничнее развивается его личность. Я с собой полностью согласна, потому что с самого детства я ходила на кружки, не на один кружок, было очень много в моей жизни. Занималась лепкой из глины, играла в пионер-бол-волейбол, и ходила на курсы журналистики, и на театральные курсы ходила, кружки, и на танцы ходила, куда я только не ходила. А на гимнастику? А вот на гимнастику я, к сожалению, так и не попала, хотя очень бы хотела. И считаю, это такой красивый вид спорта, но немногим он дан, и физически, в первую очередь, сильные и выносливые там должны быть спортсмены. В первую очередь, спортсменки, наверное. Но я все-таки думаю, что начинать конкретно гимнастикой заниматься нужно прямо с молодых ногтей. И более подробно, как это правильно сделать, с чего начать, расскажет Татьяна Балыкина. В коленочке втянуты у нас, хвостик втянуты, милая шея, подбородок вверх, поясница не проваливая. Еще ножку, и раз, сильную ножку вперед. Так начинается путь в большой спорт. Их привели сюда родители, но останутся и добьются успеха лишь самые выносливые и целеустремленные. Те, что выдержат многочасовые тренировки, болезненные растяжки и слезы неудач. Я больше всего хочу стать чемпионкой мира, потому что это такое звание города. Мне хочется, чтобы мной гордились родители и вся страна. Ради результата хрупкие девочки готовы тренироваться по 8-10 часов, не обращая внимания на боль и усталость. Мария Черная в этом спорте почти 20 лет. За ее спиной десятки турниров. С выступлениями гимнастка объездила пол Европы. Награды никогда не считала, мол, плохая примета. Все медали у нас ценные, потому что за каждой из них стоит очень много труда. Каждая победа, каждый проигрыш, в том числе, все это двигало вперед. И с каждой этой медалью становилось все легче, интереснее бороться дальше. Но после 20 Мария поняла, пора уходить из большого спорта и выбрала для себя новое модное направление – эстетическую гимнастику. Опыт пригодился уже в тренерской работе. Открываем. И раз, и два, и три, и четыре, и сразу стою. Раз. По сравнению с художественной гимнастикой это направление считается более щадящим. Здесь реже бывают травмы, не так сильно заставляют растягиваться и меньше используют акробатические трюки. Больше внимания уделяется красоте и артистизму. Выступают гимнастки в командах. Здесь важны и слаженность работы и личные результаты детей. А это малышки от трех лет. Считается, что после шести мышцы и связки уже не такие эластичные. К каждой девочке тренер ищет свой подход. Кого-то нужно уговорить, другую заставить, а некоторых просто пожалеть. И раз, два, три. В России эстетическая гимнастика активно развивается с 2002 года. В Крыму первые секции открылись девять лет назад. Наши спортсменки уже успели завоевать немало почетных титулов. Но все же в большинстве случаев в этот спорт идут не ради медалей, а для красивой фигуры, грации, пластики и здоровья. Татьяна Балыкина, Алексей Староженко, утро нового дня. Саленька, я вижу в твоих глазах легкую усталость. Нет, Саша, это не усталость, ты ошибаешься. Наверное, потому что ты слишком рано встала. Поэтому, если ты не против, я пойду с нашими гостями пообщаюсь сам. Да, пожалуйста. В гостях нашей студии сегодня Константин Яни, заместитель генерального директора Крымской государственной филармонии и Аркадий Журавлев, художественный руководитель ансамбля «Джаз-Рандеву». Здравствуйте. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Ну, благодаря вам достаточно оперативно, быстро. И, наверное, рано. Ну, вы знаете, нас как бы рано напугать очень сложно, потому что мы часто встаем рано. Для того, чтобы где-то выступить в 10 утра, если это концерт, допустим, в городе Героя Керчь, то встать нужно еще раньше, чем для того, чтобы прийти сегодня к вам в студию. Ну, мы в любом случае рады вас очень видеть. И хотелось бы вас поздравить с прошедшим Днем Музыки. Я знаю, что для вас это профессиональный праздник, очень важный. Да, естественно. И всегда в этот день мы даем концерт. Уже стало доброй традицией в Симферопольском музыкальном училище, где соединяются практически все лучшие силы Крымской государственной филармонии. И в этот день звучит любая музыка. От классики до эстрады, этнофолк, все что угодно. То есть в этот день правит музыка балом. Я знаю, что в последние несколько, наверное, месяцев или полгода в вашей жизни и вашего творческого коллектива были очень насыщенные и полны гастролей. Ну, скажем так, жизнь Крымской государственной филармонии, она, в принципе, беспрерывно насыщена всем этим. Но, в частности, вокальный ассамбль в последний буквально там месяц дважды был на гастролях. Сейчас вот буквально недавно мы вернулись с Нижнего Новгорода. А перед этим, благодаря правительству Республики Крым, благодаря Министерству культуры Республики Крым, нам была оказана высокая честь. Мы представляли наш остров и, в принципе, всю Российскую Федерацию в Сирии на 61-й, если не ошибаюсь, да, Дамасской экономической... Международной ярмарки. Международной экономической ярмарки, да. Вот. Ну, впечатлений очень масса, но я, наверное, предоставлю слово художественному руководителю более подробно. Расскажите про конференцию вообще про Дамаск, потому что вот мы с вами находимся в такой тропической атмосфере, там тоже субтропики такие горячие. Расскажите, как там? Ну, там более горячая атмосфера и раскаленные камни вокруг и архитектура, которая отличается. Ну, сегодня вот мы находимся в таком помещении, которое мне напоминает. Там тоже такие серые рубленые дома, которые напоминают чем-то эти скалы. Ну, архитектура обусловлена климатом и раскаленные вот эти камни. Казалось бы, более 40 градусов жара, но на самом деле дышать было там немножко легче, чем в Беруте, куда мы прилетели, потому что там еще и влажность жестокая. Но и не знаю, связано это или нет, но очень теплая атмосфера. Я был поражен людьми, теплотой, добротой, души именно сирийцев, которые нас встречали, которые нам помогали. Мы встретили огромное количество прекрасных людей, благодаря которым нам все-таки удалось успешно выступить, хотя было много преград на этом пути и технических, и организационных, но вот благодаря именно людям из принимающей стороны, сирийцам, нам удалось достойно выступить на официальном открытии международной ярмарки. И, как уже выяснилось по ходу действия, мы представляли действительно не просто Крым, а мы представляли Россию в целом. Какую программу вы представили публике, слушателям? Это было небольшое выступление именно в официальном открытии, и мы планировали спеть много, но режиссеры всегда вносят свои коррективы. Дело в том, что был сюжет по ходу действия, происходили остановки в некоторых точках торгового пути, так скажем, как по аналогу Великого Шелкового пути, так и здесь были точки такие, и каждая страна была представлена каким-то номером. Если можно, я перебью. Что очень важно лично для нас, вот действительно, Аркадий говорит, каждая страна была представлена каким-то номером, чаще всего это представляли сирийские коллективы, и только наша страна имела более широкое представление в рамках достаточно ограниченного времени данной концертной программы, потому что в преддверии нашего выступления их танцевальный коллектив исполнял... Исполнял калинку, да? Катюшка. Танец калинкой. А, да. Вот. И получается, они плюс мы, то есть Россия, видно, как сама сама по себе, да, страна большая, и представлена она была самым большим блоком. Мы единственные, кому разрешили все-таки спеть две песни, потому что все остальные страны были представлены действительно одним номером, да. Если не секрет, что вы исполнили? Мы исполнили песню крымского композитора Тамары Журавлевой на стихи крымского поэта Тамары Фроловой «Крым, твой, Россия» это песня, которая была написана именно в дни крымской весны, но она достаточно показательна о нашем стремлении вернуться в Россию, и вот сейчас мы уже в России, и поэтому песня одна была о Крыме, о том, что мы строим в будущее мост, Крым, твой Россия, а вторая песня была в целом про Россию, поскольку мы действительно представляли не только Крым, но и всю Россию, это была песня «Наш край, Россия» солировала Эльмира Налбандова, заслуженная артистка Украины, солистка филармонии и руководителя ансамбля «Хай-Торма», она солировала эту песню «Наш край, Россия». Она, кстати, тоже хотела сегодня прийти, но, к сожалению, не смогла, потому что, когда мы с вами говорим о том, что наша концертная деятельность достаточно бурная, то в данный момент Эльмира Эдемовна вместе со своими артистами ансамбля «Хай-Тормы» и ансамблем «Крым» находятся в данный момент на ДГе, уже на другом фестивале, который называется «Мир Кавказ». Мы хотели перейти. Расскажите, пожалуйста, про фестиваль «Радуга России». Ну, это другой, вот как раз «Радуга России» это туда, куда вы приехали. Они находятся сейчас в Адыгее на фестивале «Мир Кавказу», который идет прямо сейчас и где-то, я так думаю, в этот момент они уже готовятся к своему выступлению. А в Нижнем Новгороде мы тоже общались с ансамблем адыгской музыки. Так получилось, мы рядышком выходили на сцену. И фестиваль «Радуга России» это такой интересный этнофорум, куда съезжаются коллективы, артисты, солисты с очень большого количества регионов России. И мы там встречались и с танцевальным коллективом из Омска. там были этноколлективы из Якутии, вот адыгский коллектив, МАР-2. Украину же, да, тоже. Украину представлял Нижегородский коллектив, да, но действительно охранители украинской традиции вот на материке в России находятся и они к нам подходили и спрашивали, как Крым, действительно ли так, потому что они получают информацию из Украины. Смотрите, у нас осталось буквально 40 секунд. Я вот последний вопрос только хочу задать. Вы побывали в стольких местах, столько видели коллективов, большой нашей России. Насколько вот в Крыму музыкальное искусство развито по отношению к ним, или наоборот? В Крыму наше музыкальное искусство очень развито, у нас очень многогранная культура, и как говорят, да, в гостях хорошо, а дома лучше. И вот буквально раз у нас так совсем мало осталось времени, хочу сказать, что вот недавно у нас прошли слушания по концепции развития академической музыки в Крыму, и собирались представители различных организаций, разделения Министерства культуры, обсуждали проблематику, обсуждали перспективы развития академической музыки в Крыму, и есть интересные мысли, интересные тенденции, мы надеемся, что они воплотятся в жизнь, так же, вот как вот сейчас сегодня в новостях в ленте мы прочитали о счастливых, на мой взгляд, екатеринбуржцах, потому что мы были, видели, как выглядит филармония Екатеринбурга, а сейчас английская какая-то фирма выиграла проект о создании новой филармонии, строительства, нового здания. Мы надеемся, что мы тоже скоро присоединимся к подобным моментам. О чем мы мечтаем, ну и советуем для того, чтобы понять, какая культура на самом деле в Крыму сейчас, приходите на концерты, предстоит 80-летний юбилей филармонии, 10 декабря в музыкальном театре мы планируем, да, так как 80 лет в этом году исполнились Крымской государственной филармонии, мы планируем завершить этот юбилейный год большим гава-концертом. Спасибо, извините, господа, вынужден прервать, потому что время истекло. Напоминаю, в гостях нашей студии Константин Яни, заместитель генерального директора Крымской государственной филармонии и Журавлев Аркадий Егорович, художественный руководитель ансамбля «Джаз Рандеву». Ну а мы двигаемся дальше, потому что музыка, как известно, лечит, но есть вещи и вещества, которые, наоборот, вредят здоровью. Так давайте о них поговорим. Томаты настолько полюбились россиянам, что сложно представить рацион среднестатистического жителя нашей страны без этих сочных ягод. А ведь нередко они богаты не только витаминами, но и высоким содержанием нитратов. Как же определить количество вредных веществ и обезопасить себя? Есть такие люди, которые очень сильно беспокоятся о своем здоровье, уделяя очень много времени выбору продуктов. Используют при этом специализированные приборы, они проверяют их на нитраты и пестициды. Другие же считают это нерациональным и просто руководствуются низкой ценой и внешним товарным видом. На прилавках огромное разнообразие сельхозпродукций, фруктов, овощей. Порой глаза разбегаются, попробовать хочется все. Но чему же отдать предпочтение при выборе качественного провианта? Визуально или на запах, там, цвет. Ну, визуально, да. Ну, как по внешнему виду смотреть, чтобы они были не прогнившие, свеженькие такие. В основном, все люди, покупая овощи, те же самые фрукты, все мы смотрим как на вид, что нравится, что берем. Я просто покупаю и не думаю об этом. Определение уровня содержания нитратов процедура непростая. Специалисты делают это на калиброванной, проверенной аппаратуре по определенной методике. Мы же попробуем просто провести замер без сложной настройки. Тут у нас свежая рыба, помидор, огурец, яблоко и груша. Вот эти продукты мы отбирали при помощи специального прибора и потратили на это примерно около часа. Продукты в зеленом пакете мы собрали за 5 минут. Самое главное, не увлечься и не съесть все раньше времени. Кажется, я посеял образец. Довольно вкусно. В данной продукции содержание нитратов в пределах допустимой концентрации, поэтому, на мой взгляд, нет сегодня смысла тратить большие деньги, а стоит доверять продавцу, который прежде всего заботится о том, чтобы покупатель пришел сегодня, завтра, послезавтра и покупал качественную продукцию. Поэтому это прежде всего забота продавца, ну и соответствующих органов. Поэтому большие затраты на приборы сегодня навряд ли окупятся в дальнейшем. Специалисты советуют овощи, фрукты и ягоды покупать в сезон их естественного созревания, когда нитрата в товарах минимальна. Чтобы исключить риск отравления, нужно тщательно промывать продукты большим количеством воды или просто замочить их на час. Александр Кононов, Сергей Козырь, утро нового дня. Саля, тебе что-нибудь говорит слово «большая» у Дина? Я знаю, что есть такой вулкан, но, правда, он в спящем состоянии и никакой угрозы с собой не несет. А вот и нет. Ты абсолютно права, что это вулкан, но дело все в том, что буквально недавно он проснулся. И предлагаем вам посмотреть кадры. Прямо сейчас этот паукан извергает в атмосферу огромное количество пепла и газов. Так называемый «стратовулкан», который находится на Камчатке. Кадры, которые вы видите перед собой, просто завораживают. На самом деле, грандиозных каких-то землетрясений и катаклизмов не предвидится, но, тем не менее, зрелище довольно масштабное и захватывающее. Я думаю, что все равно ситуация опасная, потому что вот эти газы, которые выходят из вулкана, конечно же, они не несут в себе ничего хорошего и полезного, как вы понимаете. Также известно, что при огромном выделении этого дыма, эти газы часто отменяют даже авиасообщение, потому что настолько опасным становится ситуация, то есть даже Камчатку от нас могут на время отрезать. Но надеюсь, что до этого не дойдет и вулкан угомонится, успокоится и придет в хорошее настроение. А я даже знаю, что может ему помочь. Что именно? Наш мобильный корреспондент Татьяна Балыкина, которая очень интересные вещи рассказывает и просто радует, радует нас раз от раза. Татьяна. Здравствуйте, крымчане. Я сейчас, как раз таки, нахожусь на улице города Симферополь и могу вам сказать, что мы сейчас направляемся по улице Козлова. И вот здесь небольшая пробка образовалась, потому что в сторону центрального рынка как раз таки, поэтому если вы тоже едете в этом направлении, вам стоит, может быть, найти какой-то объездной путь. Потому что как раз таки к девяти на улицах появляются самые-таки большие заторы, когда все спешат на работу, на учебу. Также хочу вам рассказать небольшую новость, проанонсировать о том, что завтра в Симферополе пройдет такое яркое масштабное мероприятие, приуроченное к дню перехода на цифровое вещание. Хочу вам напомнить, что 14 октября отключат аналоговое вещание на всех федеральных телеканалах. И вот как раз таки также туда войдут 20 регионов России. И у нас на летном поле заводское пройдет мероприятие 20 парашютистов. Также можно сказать, что эта цифра такая символическая. 20 парашютистов прыгнут с парашютом и в небе они покажут в общем, такое воздушно-акробатическое шоу. Это будет фигура в форме бабочки, которая является как раз таки символом цифрового телевидения, цифрового вещания. Поэтому я думаю, что стоит, конечно, посетить это масштабное яркое мероприятие, увидеть это все своими глазами. И также я думаю, что на этом нам с вами придется прощаться. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения и, конечно, отлично провести выходные. Я предлагаю теперь от нашей прекрасной Татьяны перевестись и посмотреть, чем же полнится всемирная сеть интернета. Давайте узнаем из следующего сюжета, который подготовили наши корреспонденты. Болельщик задремал прямо во время хоккейного матча. Непонятно, что вызвало столь крепкий сон, переутомление или скучность игры. Видимо, спортивное соревнование придется пересматривать в записи. Собака породы самоед пытается тактично познакомиться с пернатым другом. Попугай на видео сидит спокойно и совсем не отказывается от неожиданного поглаживания. Размер хоть и имеет значение, но в случае этих товарищей главное сойтись характерами. Очевидцы зафиксировали короткое замыкание на линии электропередач. Разряд тока замкнулся на хвойном дереве, которое вспыхнуло водопадом искр. Завершился инцидент взрывом пострадавших НЕЦ. Похищение средь бела дня инопланетянин крадет людей прямо из собственных домов. Эта новость могла бы стать сенсацией, но оказалась простым розыгрышем. Мужчина захотел похвастаться необычным костюмом на Хэллоуин. Наука для людей. Девочка с ограниченными возможностями впервые попробовала взять предмет с помощью бионического протеза. Схватиться за термос вышло не с первой попытки, но эмоции от этого не убавилось. В конце ей даже удалось обменяться рукопожатием с собеседником. Счастье в привычных вещах. Ну что ж, сейчас я предлагаю Саше перейти к нашей гости, которая уже нас заждалась, и обсудить очень важную тему. Она касается национальных проектов, и, конечно же, в первую очередь это касается Крыма. У нас в гостях Анна Рубель, депутат Государственного Совета Крыма, председатель комитета по вопросам здравоохранения. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, сначала я в первую очередь хотела бы узнать по поводу вашего такого негативного решения, которое касается молодых студентов, медиков, приехавших к нам из-за границы, и вот вы решили их наказать санкциями. Ну, по крайней мере, вы сказывались именно в таком ключе. Почему? Чем они вам не угодили? Мне немного удивляет то, как вы, журналисты, умеете все-таки правильно писать заголовки. Давайте немного внесем ясность в эту ситуацию. На сегодняшний день по территории всей Российской Федерации заключаются целевые договора со студентами, которые готовы обучаться на бюджетной основе, но они в то же время берут на себя обязательства, чтобы отработать за, так сказать, за этот подарок от государства отработать в сельской местности или в тех регионах, куда они будут направлены. И в этом случае слово, которое было в заголовке санкции, оно мне вообще не нравится. Я не разделяю вообще позицию журналистов. Это не мера наказания, это не штраф, это всего лишь те обязательства, которые студенты брали на себя, подписывая этот договор. То есть, грубо говоря, если мы покупаем пирожки в магазине, то пирожок должен быть свежий, это обязательство продавца. Мы должны заплатить за это определенную сумму. То есть, это такие договорные отношения, которые зафиксированы договорами. Поэтому я очень позитивно отношусь к нашим студентам. Я хочу сказать, что я сама выпускник нашей медицинской академии, и для меня очень важно то, какой сегодня имидж врача. Мы в Республике Крым, руководство наше, два наших лидера, они всегда стоят на стороне докторов. Это подтверждают и те региональные льготы, которые есть сегодня у наших медицинских работников. И то, что программа у нас работает, и земский доктор, и земский фельдшер. То есть, мы со стороны Республики максимально пытаемся привлечь специалистов в Крым и в труднодоступные регионы. Поэтому, повторюсь, обожаю, люблю наших студентов в медицинской академии, но взятые обязательства нужно выполнять. Так, по-моему, было всегда, и при Украине тоже всегда отрабатывали. Вы все правильно говорите, да, вот я же повторюсь, мастера заголовков. Скажите, пожалуйста, Анна Дмитриевна, вот какой имидж сегодня у крымского здравоохранения? И, конечно же, мы понимаем, что Владимир Владимирович огромное внимание уделяет вообще этой теме, этой проблеме по всей России, не только в Крыму. И, конечно же, есть у нас некоторые пробелы, которые нужно исправлять. Но вот как вы думаете, за что в первую очередь нужно браться? Владимир Владимирович уже дважды за последние полтора месяца провел совещание по первичной медико-санитарной помощи. То есть это то, с чем сталкивается население Крыма и всей России в первую очередь. То есть это поликлиники, ФАП, амбулатория. Это то, куда пациент, будущий, попадает в первый раз. И, безусловно, мы можем строить новую больницу «Симашка». Это спасет тысячи жизней. Но человек с простудой, он этого там в селе Белогорского района, он не ощутит этих изменений, если терапевта не будет на месте или он не сможет бесплатно получить какой-то лекарственный препарат. Поэтому абсолютно правильное было решение со стороны нашего президента заняться именно этой темой. И сегодня уже в этот процесс вовлечена вся Россия, в том числе и Республика Крым. Уже есть конкретные поручения президента и министра федерального по своей линии. Сегодня мы формируем здесь на территории Республики Крым уже потребность по дооснащению ремонтов уже существующих ФАПов. Уже сформирована программа по строительству новых. То есть предполагаются еще дополнительные меры социальной поддержки. Но пока закон будет не принят, не могу об этом говорить. То есть я думаю, что с такой федеральной поддержкой, как и сегодня есть у Крыма, ну и собственно и таким взглядом серьезным нашего руководителя, нашей страны, я думаю, что мы сможем справиться с этой непростой задачей. Потому что поликлиники, собственно, на очереди, это правильная организация работы самого медицинского учреждения. Однозначно, что если нет специалистов, очевидно, что сколько бы мы ни старались, доктор может принять одного пациента в 12,5 минут и не больше. Но тем не менее, правильная маршрутизация пациентов внутри самой поликлиники, то есть в каком помещении он будет ожидать этого приема, как он получит информацию о том, какой доктор, на какое время он записан. То есть вот этот комфорт нахождения наших пациентов в поликлинике, это все умещается в один такой серьезный проект, он уже с вором времени будет закреплен на территории Российской Федерации уже официальным постановлением правительства Российской Федерации. Это новая модель «Бережливая поликлиника». Сегодня, несмотря на то, что пилотный проект не затронул Республику Крым, надо отдать должное нашему региональному министерству. В прошлом, позапрошлом году ряд поликлиник города Симферополя вошли в этот проект за счет наших региональных срез. То есть мы решили пойти на опережение. Но это пилотный проект проявил себя очень здорово. «Бережливая поликлиника» подтвердила свою эффективность. А расскажите более подробно об этом проекте. Многообещающие. Ну, кстати, у нас на коллегии Министерства здравоохранения были небольшие дискуссии, почему «Бережливая поликлиника». Ведь мы должны не беречь пациента, а вроде как лечить. Поэтому были по поводу названия некоторые споры. в первую очередь это то, куда попадает пациент. Это холл, например, поликлиники. То есть там должен стоять кулер. Если это жаркие регионы, например, Крым, там должен быть кондиционер. Должно быть специально автоматизированное место, где он может получить информацию о том, в какой кабинет ему попасть, как получить талончик, если это предполагается в этом медицинском учреждении. То есть должны висеть экраны, чтобы на первом этаже, сидя в удобном кресле, он мог увидеть когда подойдет его очередь на третьем этаже. Значит, если это все-таки пациент решил пройти ряд исследований, или это ему необходимо, он двигается не с пятого на третий, со второго на четвертый этаж, а он двигается по определенному маршруту, то есть не, как бы сказать, удобным для него и для врачей. то есть он заходит в кабинеты по очереди, находясь в коридоре подряд. Анна Дмитриевна, извините, пожалуйста, что у вас перебивая время, к сожалению, летит совершенно незаметно. То есть должно быть пациенту комфортно, очередей должно быть меньше, и пациент максимально должен быть, ему должно быть удобно находиться и получать медицинскую помощь. Вот это задача этого проекта. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Анна Рубелия, депутат Государственного Совета Крыма, председатель комитета по вопросам здравоохранения. А мы продолжаем наш эфир и прямо сейчас мы предлагаем, не уходя далеко от улиц Инферополя, узнать о нашей местной обсерватории, о том, какие знания там получают детки. Что общего между небом и наукой и среди тех, кто погружен в изучение формул и высоко над землей есть мириады светил. Обо всем этом, несмотря на юный возраст, знает Роман. Парень несколько лет изучает науку о звездах в Симферопольской юношеской астрономической обсерватории. Делает это успешно, за что и удостоился чести представлять учреждение на общекрымской конференции. Я сделал на конференцию модель космического корабля «Восток-1» и рассказал, как происходил полет. Этот зеркальный телескоп системы Ньютона называется МИЦАР в честь неяркой звезды из ковша большой медведицы. Главное его преимущество – мобильность. Прибор умещается в небольшой ящик. Воспользоваться им, как и большинством таких аппаратов, можно только ночью. Днем воспитанники обсерватории работают с другими приборами. С помощью этого телескопа можно разглядеть планеты даже днем. Я же попробую отыскать Сириус. Насколько мне известно, звезда располагается примерно в этом направлении. Итак, 6 часов 40 минут и 16 градусов. Широта и долгота, диапазон градусов и калибровка линзы. В этой башне малышей учат азам работы с чудом астрономической техники. Информацию подают дозировано, а для того, чтобы усваивалось хорошо, нет ничего лучше тематических стихов, уверены преподаватели. На кодус на режим выступает орион. Работа с картой или глобусом легко. Что такое экватор и меридианы ребята рассказывают на раз, а выполнив задание правильно, они получают кванты, своеобразную валюту. С мотивацией к обучению у этих детей проблем нет. Они изучают наш адрес во Вселенной, учат, какие бывают в галактике. Всех маленьких детей очень интересует, что такое черные дыры. И ответить на этот вопрос достаточно сложно. Сложно до тех пор, пока ребенок не знает физику, но и здесь придут на помощь опытные педагоги. Кристина Одинец настолько углубилась в изучение этой науки, что даже подумывает сменить профиль обучения. Восьмиклассница уже несколько лет капитан сборной учреждения по физике. Вскоре юным ученым предстоит выступить на всероссийском турнире. Я занимаюсь чаще, чем мои сверстники, чем ребята из моей команды, потому что капитан это ответственная должность. Мне приходится помогать и подтягивать других, когда преподаватели не могут учреждать такую помощь по каким-либо причинам. И их место занимаю я. Для одних занятие в обсерватории интересное времяпрепровождение, для других весомый вклад в общее развитие. Но многие, уверен, педагогический состав обсерватории свяжут свою жизнь с изучением небесных тел. Ведь и их профессиональный путь начался именно отсюда. Стефан Филатов, Андрей Заричный, Утро нового дня. Что же, подзвонки, звуки барабанов нам приходится прощаться, потому что, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. И я думаю, что самое время поблагодарить тех, кто нас здесь принял. Академия строительства и архитектуры, которая предоставила нам эту удивительную площадку Зимний сад. Ну, а также компанию Фавила, которая предоставила нам нашу мебель, которая создает нам уют и комфорт. Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. К сожалению, время подходит к концу, но мы вам говорим всего лишь до свидания, а не прощайте. С вами были Салия Салямова и Александр Ткачев. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова